Капитан команды по волейболу сидя Александр торжественно вручает губернатору мяч с автографами сборной. После долгих и упорных тренировок именно с этим мячом уральцы завоевали второе место на Паралимпиаде в Токио. Губернатор вручал заслуженных мастеров спорта нашей команде в частности. Это очень хороший результат для нашей команды, но будем стараться еще больше. Одна из тренировочных баз паралимпийцев находится как раз в этом центре. Евгению Куйбышеву по нему проводят экскурсию. Показывают комнаты, в которых инвалиды могут научиться жить по-новому, готовить, пользоваться гардеробом и кроватью. У нас были случаи, когда мужчина пришел, его шатал, у него был рассеянный склероз. Мы его посадили на велосипед и он удачно, качественно по спортзалу, вы там еще не были, наверное, да? Ездил по линиям. То есть он сам удивлялся, что ходить он не может ровно, а на велосипеде пожалуйста. Но этого комплекса недостаточно, считают паралимпийцы. Нужна отдельная современная тренировочная база. К тому же воспитывать особенных спортсменов надо с детства. Сейчас решается вопрос о создании в училище Олимпийского резерва специальной группы для таких школьников. У нас в области ведется большая работа по созданию доступных и комфортных условий жизни для людей с инвалидностью. То есть мы стремимся к тому, чтобы особенности здоровья уральцев не становились помехой для осуществления их целей. И сегодня в честь 15-летия со дня принятия Конвенции ООН о правах инвалидов глава региона наградил отличившихся спортсменов. Губернатор вручил медали и благодарственные письма паралимпийцам и сурдлимпийцам. Юлия Дегзяникова, Радик Аскаров. Новости 4 канала.